поиск после обнаружения останков вот например как это было в слуцке где огромная траншея с останками людей и где два ребеночка не знаю года по 4-5 лежат головы повернуты друг другу руками как бы взявшись и вокруг останки взрослых людей эти два ребенка это это было в далеком 2004 году но у меня это стоит до сих пор перед глазами еще когда у меня ребенок маленьких а у них сандалии как у моего ребенка такой же размер это эмоционально немножко истощает это эмоционально в классе седьмом наш класс из минска повезли в брестскую крепость вот это для меня было одно из сильнейших потрясений когда я побывал там в музее когда нас поводили по развалинам когда я посмотрел и послушал рассказы о находках увидел их воочию это было для меня очень большое потрясение я просто заболел брестской крепостью после этого конечно полюбилась история особенно как специализация это военная история самый ранний исторический период на котором проводили поисковые работы наш батальон это 1503 год город клетк там на территории жилищно-коммунального хозяйства проводились строительные работы строительно земляные и были обнаружены останки прибывший туда поисковый батальон установил по предметам быта там бытовые были предметы по наконечникам стрел различным а самое главное по монетам августа и геонщика который датированный 1503 годом что это нашествие крымских татар на западную европу и вот почти полтысячи лет прошло с того времени и это является самым ранним поисковым объектом у нашего батальона следующий исторический период у нас это отечественная война 1812 года всего за время существования батальона нами было поднято 487 из танков из них 45 это российская императорская армия и остальные это французы ну и западная европа союзная наполеоновскому нашествию из интересных находок это на реке студенки были был обнаружен останок русского солдата и в груди у него была обнаружена пуля свинцовая прямо в груди и такая смятая то есть видно может в ремни попала в грудь но груди было найдено это пуля первая мировая война да она прошлась очень сильно по нашей территории очень много захоронений эта тема из забытой уже возвращается к нам в деревне маньковичи мы работали на русском захоронении это бои марта 1915 года на глубине двух метров в песке были обнаружены останки 100 человек и и вот у останков двух из них на они были очень жесткая побита шрапнелью у одного из них я насчитал в теле до 18 шап ныльных пуль был обнаружен кошелек в кошельке гильза трехлиней на винтовке мусина гильза гильза в кошельке почему в кошельке отдали эту гильзу на экспертизу в этих двух кошельках в этих двух гильзах были обнаружены записки прошло 103 года а имя солдат зайцева и полякова удалось установить гильза еще французские гильзы калибр 8 миллиметров от винтовки лебель сейчас мы проводим раскопки в рамках уголовного дела по геноциду белорусского народа военный послевоенный период на сегодняшний год у нас запланировано около 30 объектов и работа уже проводится этим занимались раньше чрезвычайная государственная комиссия по расследованию злодеяния немецко-фашистских захватчиков была создана в 1942 году когда еще было даже непонятно кто победит в этой жестокой войне 42 года этим занимались но комиссия после войны была свернута советский союз был миролюбимым государством напоминать тем кто развязал войну и их союзникам о злодеяниях бесконечно но вроде бы нужно строить новый мир бесконечно зло бежит нельзя современные события показывают что не забывать об этом нельзя в той или иной форме это все равно возвращается к старому к прошлому то что делается сейчас это же делается не для того что это нам надо и сейчас это же делается для потомков мы покажем всем что уничтожать наш народ нельзя а если уничтожаете то мы этого не забудем вот захоронение в уручье расстрельная яма 20 на 5 метров все останки лежат лицом вниз в несколько рядов то есть сам процесс уничтожения уже был организован людей завели людей положили один останок был обнаружен человек почти выбрался из ям он стоял на коленях наполовину поднявшись над основным слоем трупов но видимо обессиленный от ран а может от навалившейся земли он не смог выбраться том же уручье мы обнаружили портигар серебряный портигар на нем прочитали клеймо мастера это белов александр дмитриевич это московский ювелир который работал москве с 1910 по 1913 год и вот на этом портигаре было изображение рабочего с молотом и крестьянина с серпом оказалось что это ювелирная редкость что только один портигар этого мастера находится в историческом музее в городе москва остальные продаются на аукционах и вот благодаря работе по геноциду белорусского народа мы еще и обогатили нашу историю произведения ювелирного искусства археолог дайте свое заключение да пуля от винтовки лебель ну вот сейчас мы выкопали кубометров шесть песка ну результаты как вы видите пока никакие тяжелый физический труд а после обнаружения останков еще и морально тяжело особенно когда это касается детей абсолютно разная глубина например мы нашли красноармейца луцука который выходил из окружения слонемского в сорок первом году вот он был верховой то есть это под дёрном земли из боя он выходил сражаясь рукопашную у него в руках было обнаружен четырёгранный штык оружия никакого не было или как я говорил о захоронении деревне майкович и где мы обнаружили записки с именами погибших первую мировую там глубина более двух метров самое разное бытует мнение про ту же брестскую крепость что сопротивление там не было еще там какая-то болтовня вот мы работали возле 125 стрелкового полка в брестской крепости строители наткнулись мы приехали воронка воронки гражданские лица несколько человек опять-таки ребенок и боец видимо санитар потому что у него был значок готов к санитарной обороне ссср и вот карманы этого бойца были просто набиты патронами без всяких обоим без всяких подсумков просто карманы набиты патронами этот боец набил зачем чтобы сдаться в плен карманы патронами нет опять-таки когда благодаря сайту фортификации которые подняли вопрос о захоронении из воронки карл крупнокалиберного немецкого орудия которым была обстрелена брестская крепость нашли в этой воронки бойца у этого бойца были мелкокалиберные патроны 5 и 6 миллиметров от винтовки туз вот он тоже зачем взял эти мелкокалиберные патроны наверное каждый того чтобы сопротивляться хоть чем-то и вот такие примеры они и раскрывают подлинную историю а не философию сытых мирных людей здесь наверно как у рыбаков куда идешь знаешь а вот каков будет результат он неизвестен ну конечно самый лучший результат это обнаружение награды номерной или медальоны это всегда просто сотрясает всех это встряхивает это это дает такую надежду это такая радость происходит хотя медальоны испытывают людей нашел медальон ура всеобщая радость ликования и тут же тревога тут же ожидание а есть там записка или нет ну и вот ждем до записка есть опять ликование а можно ли прочитать а заполнена ли она и вот когда все сходится имя солдата установлены полное моральное удовлетворение полное чувство завершенности того для чего ты прибыл в это место а когда находятся родственники которые приезжают иногда даже с дальнего востока когда у людей нету денег на билет это был такой случай и где общественность государственные структуры россии они собрали деньги женщине на билеты туда и обратно по медали установили солдата погибшего 41 это трогает конечно